Вторая мировая война прямо-таки каленым железом выжжена в памяти народов не только постсоветского пространства, но и народов всей остальной Европы. Она привела к коренным изменениям в жизни сотен миллионов людей и раз и навсегда изменила ход мировой истории. В общем, про последствия Второй мировой войны можно говорить очень и очень долго. И одного ролика тут будет явно мало. Но хочу задать вам вопрос. Как вы представляете себе картину мира, где Вторая мировая не произошла? Как вы думаете, насколько бы сильно отличалась наша жизнь от нынешней? И было бы это хорошо? Отсутствие Второй мировой или же от нее на самом деле получилось больше хорошего, чем плохого, несмотря на все ее ужасы? Ответ тут очень неоднозначен. И поэтому хотелось бы поделиться с вами своим мнением на эту тему и услышать вашу реакцию на мои версии подобного развития событий. Готовы к такому диалогу? Интересно узнать, что случилось бы, если бы не было Второй мировой войны? Тогда объявляю рубрику «Что если открыты?» Начинаем! Предыстория Второй мировой войны Так как о самой Второй мировой рассказано столько, что всей жизни не хватит, чтобы пересмотреть и перечитать весь контент, посвященный этой тематике, я предлагаю зайти с другой стороны. Я хочу рассказать о том, что все-таки послужило причиной начала этой войны, понять, как бы ее можно было избежать, и что бы вышло, если бы конфликты, которые привели ко Второй мировой войне, удалось бы решить мирным путем. По сути, многие историки и даже политические деятели, которые, так сказать, брали участие в событиях Второй мировой войны, сходятся в своем мнении на том, что причины начала Второй мировой войны начали зарождаться чуть ли не сразу после окончания Первой мировой войны. Дело в том, что на германский народ после того, как Германия капитулировала в Первой мировой, были наложены такие громадные финансовые и прочие обязательства, что немцы банально не имели возможности их выполнить. А некоторые пункты договоренности между странами-победительницами и поверженной Германии, типа запрета на собственную армию и, так сказать, конфискация ряда германских территорий, считалось немцами просто-напросто унизительными. Таким образом, по сути, немцы оказались под самым настоящим гнетом тех стран, которые победили в Первой мировой войне. Подобное привело к зарождению в немецком обществе так называемых реваншистских настроений, суть которых заключалась в желании немцев отомстить обидчикам. Именно на этих настроениях Гитлер в 1930-х годах и вознесся на вершину власти в Германии. Параллельно этому страны-победительницы выстраивали новый мировой порядок, в основе которого находилась Франция, Англия и США. А Германия, которая до Первой мировой войны считалась одним из самых крупных мировых политических игроков, снова оказалась за бортом большой политики, как и большевистская Россия. Это привело к тому, что две страны активно помогали друг другу в экономическом и военном развитии, что потом крайне негативно сказалось на мировом порядке. Сам же Гитлер, который умело манюплировал желанием немецкого народа отомстить за свои унижения, сумел установить в стране нацистскую диктатуру и постепенно начал готовиться к новой мировой войне. Оправдая ее и местью немецкого народа, и также тем, что жителям Германии нужны новые пространства для заселения. Ведь самой Германии становится уже мало для того, чтобы немцы чувствовали себя комфортно и, так сказать, не в тесноте в границах своего государства. Так как Гитлер прекрасно понимал, что немецкий народ устал от бедности, он приложил все силы не только для развития военной промышленности, но и для того, чтобы обеспечить немецкий народ относительно высоким уровнем жизни. А в 1938 году Гитлер начал постепенный захват новых жизненных территорий для Германии, включив в состав Германии Австрию, а потом изобрав в себе ту часть Чехословакии, которая была преимущественно заселена немцами. Европейские лидеры, боясь начала новой мировой войны, шли на поводу Гитлера, чем и окончательно уверили последнего в своих силах и в своем праве творить что угодно, опираясь на военный потенциал немцев. В августе 1939 года Германия и СССР заключили пакт о ненападении, и спустя чуть более чем неделю немцы развязали Вторую мировую войну, напав на Польшу. Но ведь история могла пойти по совершенно другому сценарию. Версия номер один. Сильная Германия и слабый СССР. Как я уже говорил, семена для начала Второй мировой войны были заложены вскоре после окончания Первой мировой, а точнее во время Версальской конференции 1919 года, где страны-победительницы решали судьбу проигравшей стороны. Именно тогда на Германию был возложен просто-таки непосильный груз обязательств, который привел страну к длительному кризису и желанию немцев отомстить за позор. Но ведь далеко не все участники конференции выступали за то, чтобы немецкий народ попал под гнет требований победившей стороны. Правда, тогда таких людей было меньшинство. Ведь многие политики, ошалевшие от того, каким невиданным ранее разрушением привела Первая мировая война, из всех сил хотели лишить Германию хотя бы малейших возможностей заново нарастить свой военный потенциал и не дать то и снова начать мировой конфликт. Как вы уже поняли, не вышло. Но все-таки проявить тогда политические деятели благоразумие и выдержку, и не пошли бы они на поводу своих эмоций, они смогли бы понять, что те условия, которые они по сути навязали Германии, не привели бы ни к чему, кроме злобы и ненависти к тем, кто эти условия навязал. Уже после Второй мировой, наученной горьким опытом, Германии были предложены хоть и жесткие, но все же терпимые условия капитуляции, что позволило стране буквально за десятилетия стать одной из самых мощных экономик Европы. А ведь это могло произойти уже в 20-х годах. Если бы условия Версальской конференции были бы щадящими для немцев, они, во-первых, не грезили бы о мести за национальное унижение, как это было в реальности, а во-вторых, не прозябали бы в нищете. Гитлер бы не пришел к власти, ведь он выехал, как я уже говорил, только за счет злости немецкого народа, и никаких предпосылок к началу Второй мировой войны бы не существовало. Отдельно стоит упомянуть Советский Союз, который в 20-х и 30-х годах активно сотрудничал с Германией на правах двух стран-изгоев мировой политики. Мало кто знает, но с началом индустриализации Сталин неоднократно брал кредиты на сотни миллионов долларов у Германии, таким образом финансируя развитие советской промышленности. Так что за успех сталинских пятилеток можно частично поблагодарить и Германию, в том числе и нацистскую, ведь именно во время правления Гитлера, как бы это сейчас странно ни звучало, сотрудничество Германии и СССР достигло своего пика. И именно Германия была главным кредитором СССР до войны. И как бы кто к этому не относился, но эти факты из истории выкинуть нельзя. И не будь этого сотрудничества СССР, с дела с которым отказывались вести капиталистические страны, что и неудивительно, ведь коммунисты хотели уничтожить капитализм, не смог бы так активно расстраивать свою промышленность. Индустриализация бы, скорее всего, затянулась на долгие десятилетия. В 30-х годах не произошел бы резкий рост количества фабрик и заводов по стране. А сам Советский Союз навряд ли бы смог лишиться статуса отсталой игранной страны на протяжении первых десятилетий своего существования. Сверхдержабой тут даже и не пахнет. Никакого тебе ядерного оружия, никаких первых спутников и людей в космосе, никаких достижений в научной, культурной и спортивных сферах, которыми так сильно славился Советский Союз. В общем, немного перефразируем неизвестную поговорку, что немцу хорошо, то русскому смерть. Таким образом, в этой версии Германия бы просто стала мировым лидером намного раньше. Только не благодаря войне, а экономике и развитию. АСР был бы страной третьего мира. Версия номер два. Гитлера свергают с власти его же приспешники. Третий рейх превращается в мировое государство. Наверняка мало кто из вас знает, но несмотря на все военные амбиции Гитлера по захвату новых территорий еще в 1938 году до насильного присоединения Австрии и части Чехословакии, никто из его приспешников не рассматривал всерьез возможность большой войны за мировое господство. Нацистской верхушке больше нравилось сотрудничать с отсталыми странами, получая от этого сотрудничества выгодные плюшки и живя в свое удовольствие. И только после того, как европейские страны пошли у Гитлера на поводу, боясь разжечь новую мировую войну, соратники Гитлера, как и он сам, убедились в слабости Европы и в том, что ее можно поставить на колени с помощью военной силы. Произошло это в сентябре 1938 года после Мюнхенского договора, согласно которому аннексия Гитлером части Чехословакии была признана законной и не нарушающей международные правовые нормы. Для Гитлера это был верным признаком того, что Европу можно было крутить как угодно и что ее совершенно не нужно бояться. То же самое начали думать и его соратники. Но до этого момента даже ближайшие друзья Гитлера во власти были готовы сместить его с должности рейхсканцлера, если тот серьезно заикнется о начале новой мировой войны. И вот тут-то и был серьезно переломный момент. Если бы европейские лидеры не пошли на поводу у Гитлера и не дали бы ему аннексировать часть Чехословакии, а тот был уверен в своей божественной миссии поднять немецкий народ над всеми остальными народами, и попытался бы все-таки развязать войну, его союзники быстренько бы повязали его. Потом либо бы убили, либо где-то закрыли бы. А сами начали бы править нацистской Германией на свое усмотрение. Нужно сказать, что во второй половине 30-х годов Третий Рейх, если не считать огромные нарушения прав человека, представлял из себя развитое в экономическом, культурном и научном плане государство, которое стремилось стать неким примером для остальных стран мира, стремилось стать настоящим оазисом процветания и стабильности. Если бы лидеры Третьего Рейха продолжили бы этот курс, но без перегибов типа концлагерей для евреев и всех несогласных, в 40-х годах Третий Рейх мог бы действительно превратиться в ведущую страну мира. США, которые стали сверхдержавой именно благодаря Второй мировой войне, хоть бы и обладали мощнейшей экономикой, все же не могли бы соперничать с Германией. Нацисты постепенно завоевали бы влияние на всей Европе, причем мирным путем, и многие страны мира несли бы на себе печать немецкой культуры и подчинялись бы немецкому могуществу. И сейчас бы Германия занимала место современной Англии, сверхгосударства со своей сверхкультурой, которая диктурит свою волю всему миру. Вот так-то. Версия номер три. Революция против диктатуры. Последний, как по мне, шанс избежать Второй мировой, был в августе 1939 года, когда был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Ведь если бы его не было, Гитлер ни за что бы не осмелился нападать на Польшу и таким образом развязывать войну. Ведь он сильно боялся того, что Красная Армия вмешается в германо-польский конфликт. Отдельно добавлю для непостоянных или случайных зрителей, я не рассматриваю в этом видео причины, которые привели к подписанию этого пакта, так как это очень длительная дискуссия, и правых в ней не будет. Но вернемся к нашей теме. Ведь если бы СССР не заключил пакт о ненападении, Гитлеру пришлось бы отложить начало боевых действий на неопределенное время. Но суть была в том, что к этому моменту немецкое общество было уже по самые уши накачано необходимостью в войне, необходимостью в завоевании нового жизненного пространства для германских семей. Поэтому отказ Гитлера от войны на неопределенный срок вызвал бы колоссальное возмущение в немецком обществе, так как подобное поведение вполне могли бы посчитать за банальную трусость и малодушие. Подобное возмущение могло бы перерасти в бунт, в революцию, так как, несмотря на хорошее финансовое состояние немцев, они уже начинали уставать от постоянной идеологической накачки и нацистской пропаганды. Война была бы тем инструментом, который бы позволил немцам слить всю усталость от режима. А если не было бы войны, то стоило бы организовать революцию и смести этот самый режим, а не только Гитлера, но и всех его приспешников и установить новый порядок в стране. Таким образом, Гитлер стал бы жертвой той агрессии, которую он так старательно взращивал в немецком народе, планируя направить ее против соседей. Но в итоге он сам бы стал жертвой этой агрессии. Немецкий зверь, точнее нацистский зверь, зверь Третьего Рейха, пожрал бы сам себя и стал бы жертвой собственной злобы и ненависти. Вот это, как по мне, было бы справедливым итогом для Гитлера и его приспешников. В этом варианте из-за революции развитие Германии в любом случае откатилось бы назад, а развитие Советского Союза, наоборот, пошло бы семимильными шагами вперед. Ведь Второй мировой не было и те деньги и усилия, которые СССР потратил на отстройку страны, он бы потратил на науку, на улучшение качества жизни, на образование и медицину. И СССР стал бы сверхдержавой еще в начале 40-х, постепенно распространяя коммунизм по всей Европе. Ну что, как тебе версии того, что случилось бы, если бы не было Второй мировой войны? Согласись, картина мира была бы совершенно другой, чем сейчас, не так ли? Или ты с чем-то не согласен, или считаешь, что можно что-то и добавить к версиям видео? В общем, если тебе понравился выпуск, то тебе очень понравятся и версии, что если бы Гитлер не напал на СССР во время Второй мировой войны. И увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока, господа.